Я, естественно, отслеживаю вопрос военной помощи, прежде всего. Это горячая тема в Вашингтоне, наряду с... Ну, это не единственная тема, она горячая, наряду с темой исламского государства, так называемого халифата, ИГИЛя, да? Наряду с переговорами с Ираном. Вот я бы сказал, это одна из этих трёх тем. Одна больше, другая меньше. Они как бы так меняются там, убивают американского заложника. Естественно, все смотрят на это. Приезжает премьер Натаньяу, все смотрят на иранское измерение. Но идёт вместе с этим уже на протяжении нескольких месяцев процесс. Процесс расширения и усиления поддержки Украины. И на прошлой неделе, две недели назад, для меня был опубликован очень знаковый отчёт. Авторы этого отчёта, в том числе, это Строуп Тальбот, бывший первый зам госсекретаря. Это посол Пайфер, это Фред Кемп, президент Атлантического совета. И другие товарищи, зам министра обороны Дама. Все эти люди, демократы, это очень важно. Потому что, да, конечно, сенатор Маккейн и другие республиканцы. Сегодня мы видели письмо, которое я показал Евгению. Письмо за подпись спикера Палаты представителей и десяти ещё конгрессменов, возглавляющих основные комитеты. Республиканцы и поддержка демократов. Значит, есть двухпартийная поддержка, это очень важно, в Конгрессе. И есть внешнеполитическая элита республиканцев и демократов. И, конечно, двухпартийная поддержка гораздо важнее, чем поддержка одной из партий. Но при этом, я бы сказал, что есть меньшинство, на меньшинство очень влиятельное, людей в Белом доме, вокруг президента, которые, ну, грубо говоря, боятся эскалации. У нас Борислав Берёза недавно из Америки вернулся. Вы что там увидели? Скажите вопрос, а так дадут или не дадут? Скорее дадут, чем не дадут, или наоборот? Это политика, в политике есть процесс. И процесс идёт на... В нашу сторону? У нас времени нет. Политика и процесс, это может быть, искал дадут. Я не могу сейчас сказать, дадут или не дадут, но рост поддержки растёт. То есть нам нужно выходить, то есть фактически вы предлагаете нам акцентировать на это внимание и инициировать новые процессы? Я предлагаю, чтобы Украина артикулировала свою позицию гораздо более ярче и сильнее в Вашингтоне. Мы так хотим ждать. Мы можем долго ещё ждать. Продолжение следует... Продолжение следует...